Всем привет, с вами SmartGeekBlog. Сегодня я хочу затронуть достаточно узкую и в какой-то степени забытую тему, а именно тему обмена электронными письмами. И я знаю, что многие вообще с этим делом не запариваются и используют электронную почту в браузере. Лично я считаю это неправильным, именно поэтому сегодня мы поговорим про лучший, по моему скромному мнению, почтовый клиент для iPhone и Mac, AirMail. Поехали! OS X версия данной программы имеет лаконичный, но при этом красивый дизайн с элементами полупрозрачности. Сбоку у нас расположены разнообразные папки для сортировки писем внутри одной учетной записи. Ниже находится список всех учетных записей, использующихся на данном компьютере. Правее у нас список всех писем в определенной папке и при помощи жестов на сенсорной панели Magic Mouse или Magic Trackpad можно быстро отправить выбранное письмо из списка в корзину или в архив. Еще правее находится привычное окно просмотра письма с действиями быстрого ответа. Ответа всем, просто ответом. Пересылки этого письма другому абоненту и, если этого мало, пожалуйста, контекстное меню со всеми действиями. На самом верху окна находятся кнопки отправки письма в корзину или в архив. То же самое, что можно сделать при помощи жестов. Опять же, вызов контекстного меню с действиями по отношению к данному письму. И левее кнопка ответа на выбранное письмо. И еще левее у нас затаилась кнопка, открывающая окно написания нового письма, которая напоминает таковое в большинстве почтовых клиентов, но в отличие от них имеет возможность редактировать и форматировать текст. Также левее есть кнопка синхронизации писем в ящике. Теперь пробежимся по настройкам этой программы, коих великое множество. Первый пункт это аккаунты, которые можно не только добавлять, но и импортировать из других почтовых клиентов, установленных на этом компьютере, или из iCloud. При добавлении новых аккаунтов есть список известных сервисов, но также вполне можно руками вбить настройки POP3. О, господи, неужели этим дерьмом еще кто-то пользуется? И, конечно же, IMAP SMTP. Далее идут основные настройки, среди которых язык, звуки, iCloud синхронизация и возможность сделать этот почтовый клиент по умолчанию, предварительно настроив эту возможность в Apple Mail. Дальше идут настройки построения писем. Там, в принципе, ничего интересного. Это настройки вроде словаря и автокоррекции. Дальше идут настройки темы, списка писем и их пометок, в общем, внешнего вида. А теперь самое интересное. Настройки доступа к другим сервисам для синхронизации событий календаря с почтой или автоматической загрузки почтовых вложений в облако вроде Google Drive, Dropbox или OneDrive. Также при желании можно вбить адрес своего FTP сервака. Настройки уведомлений тихих часов, в общем-то, очевидны. Ничего интересного также там нет. А вот в дополнительных настройках можно задать время синхронизации писем и контактов, например, во время загрузки системы, или сбросить иконки залогиненных аккаунтов. В этом клиенте также присутствует ну просто огромное количество шорткатов для быстрого перехода к тем или иным папкам или для тех или иных действий с письмами. Вряд ли я когда-нибудь все их смогу запомнить. Ну и, конечно же, киллер фича этого клиента — это виджет со списком писем и возможностью быстрого ответа и сортировки прямо в центре уведомления OS X, не заходя в саму программу. iPhone-версия мне зашла не меньше, чем версия для компьютеров Mac. Выглядит она примерно так же. Также в ней такое же огромное количество настроек, сторонних сервисов, которым здесь добавились еще и всевозможные to-do менеджеры, ну и, конечно же, действия с письмами, куда же без них, которых тоже великое-великое множество. Очень порадовали кастомные параметры для уведомлений, когда я могу задать определенные контекстные действия для уведомлений, а не довольствоваться тем, что есть, как говорится, из коробки. Сейчас я покажу, как работает. Вот мы получили уведомления, и здесь стоят те же параметры, которые, как вы видели, я задавал ранее. В настройках. Очень круто, как мне кажется. Намного лучше, чем дефолтные параметры, которые нельзя изменить. Но будьте внимательны. По умолчанию, когда вы только загрузите это приложение, ни один из параметров для уведомлений задан не будет. Поэтому уведомления можно будет только закрыть. И я долгое время думал, что параметров для уведомлений здесь вообще нет. А оказывается, их просто нужно было настроить. Чем мне еще понравился клиент AirMail для iOS и Mac, так это то, что он чуть ли не единственный сторонний почтовый клиент, на котором я смог залогиниться в iCloud Mail. Так как у меня включена двухфакторная верификация, многие сторонние клиенты ее тупо не поддерживают и не позволяют использовать iCloud Mail. Но в этом случае все работает шикарно. И я залогинился с первого раза без каких-либо проблем. Теперь перейдем к минусам мобильной и десктопной версии программы. Их всего два. Первый и основополагающий недостаток — это отсутствие iPad-версии программы, которая была бы очень кстати, очень на руку, и я бы крайне сильно хотел ее видеть и ей пользоваться. Но, к сожалению, iPad-версии пока не завезли, так как программа была выпущена достаточно недавно. И второй и, в общем-то, последний недостаток — это цена. Да-да, вы не ослышались, программа платная, причем обе версии. Цена Mac-версии составляет аж 899 рублей в российском Mac App Store, а цена iPhone-версии — 379 рублей в российском App Store. И, как мне кажется, отдавать штуку 200 рубасов за какой-то почтовый клиент многовато, несмотря на то, что я купил лицензию и для Mac, и для iPhone. Но если вы подписаны на Twitter SmartGeekBlog, там по уже устоявшейся традиции с хэштегом XcodeWares будут размещены ссылки на бесплатную загрузку Mac-версии с кряком. За iPhone-версию, увы, придется заплатить. А с вами был SmartGeekBlog. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, читайте мой Twitter и переходите по ссылочкам с софтом в Twitter. Также не забывайте про Instagram и Vine. Все ссылки в описании. До новых встреч. Пока!